У некоторых людей это проявляется в виде возрастного животика. Чаще всего мы воспринимаем это как нечто естественное. То есть вы становитесь старше и набираете немного веса. Большинство из нас действительно так и думают. Конечно же, мы все знаем решение этой проблемы. Это диета и физические упражнения. Но действительно ли это решение? Люди должны просто меньше есть и больше тренироваться. И эта эпидемия жирей не исчезнет. Мы говорили об этом в течение 30 лет, но с каждым годом становится все хуже и хуже. Это просто не работает. Просто спросите себя, почему эти две вещи, которые сделал бы любой из нас, чтобы гарантированно контролировать аппетит и сильный голод, это не то же самое, когда необходимо меньше есть и больше тренироваться. Мы говорим это людям с ожирением для того, чтобы они похудели. Проблема заключается именно в этом. С этим образом мышления что-то не так. 80% состояния вашего тела определяется тем, что вы едите. А остальные 20% могут зависеть от занятий в тренажерном зале. Вследствие этого вы не можете повлиять на свою физическую форму. Вы не можете тренироваться, неправильно питаясь. Я всегда был активным. Я пробежал 70 марафонов и ультрамарафонов. И при этом я не мог регулировать свой вес. Но когда я резко сменил диету, мой вес просто уменьшился, независимо от того, тренируюсь я или нет. И теперь я могу четко контролировать свой вес. Независимо от того, бегаю я 20 км в день или нет. Мой вес абсолютно стабилен. И теперь я полностью уверен в том, что если вы тренируетесь для похудения, значит вы питаетесь неправильно. Субтитры сделал DimaTorzok